Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале День ТВ. Сегодня у нас в гостях Сергей Вячеславович Савельев, доктор биологических наук, профессор, человек, которого, наверное, уже не надо представлять, вы его все прекрасно знаете. Здравствуйте, Сергей Вячеславович! Здравствуйте! Все рады вас видеть. Как дела, как настроение? Ну, отлично, дела, осень, все хорошо, дождь идет, холодно. В общем, все прекрасно, идем ко дну. Сергей Вячеславович, хотел бы с вами поговорить на такую тему, которая сегодня волнует прогрессивные умы, активно обсуждается в интернете. Ну, там мало прогрессивных умов. Но при этом они активно обсуждают. Гретта Трунберг, шведская. Девочки, я сейчас напомню нашим зрителям, наверняка вы все уже в курсе, но я вот буквально вкратце, что некая девочка из Швеции, хотя, конечно, какая она девочка, ей уже 16 лет, в традиционном обществе, почти взрослый человек, но вот почему-то у нас считается, что она девочка. Ну, очевидно, с некими отклонениями. Мы, конечно, с уважением относимся к этим людям, но это факт. Выступила на саммите ООН по изменению климата, произнесла такую экспрессивную пламенную речь и стала звездой политической, общественной. Она сейчас обсуждается по всему миру. Политики считают за честь с ней сфотографироваться. Соответственно, что во всей этой истории лично я на что обратил внимание? Вот она выступает на этом климате, рядом сидят с ней люди, люди богатые, состоявшиеся, с учеными степенями, с учеными званиями. И вот она это с трибуны все это говорит, не с трибуны, вернее, за столом там все происходит на панельной сессии. И вы знаете, вот эти люди, они с таким лицемерным, даже не уважением, а трепетом каким-то, вот ее слушают. Вот каждый хочет показать, насколько она его впечатлила, какое на него произвело впечатление. И вот становится даже не по себе вот от этого лукавства, потому что, ну вот, как вот так можно себя вести? Ну это же позор для состоявшегося человека, опять же. В связи с этим я хотел бы вам задать вопрос. Вот эта инфантилизация, да, ну и другого слова не подберешь, инфантилизация политики, инфантилизация общества, это какой-то вот тренд именно нашего времени? Либо, действительно, это было всегда просто сейчас, благодаря средствам массовой информации, все это вытаскивается на поверхность. Вот почему вот так происходит? Что взрослые люди, значит, как с каким-то наивным идиотизмом делают вид или на самом деле верят во все то, что говорит ребенок, в общем, говорит он в банальности, как бы, да, ну мы не будем сейчас про изменение климата, это отдельная тема, хотя если у вас есть что сказать, мы тоже с удовольствием послушаем. Ну вот почему вот так это? Да, почему это происходит? Ну как, вообще общая тенденция очень такая ясная, стало как бы очень тяжело зарабатывать. Понимаете, это вот как в одном американском фильме, два сидят гангстера, один говорит, ты знаешь, мне стало так тяжело добывать деньги, что у меня полное впечатление, что я работаю. Вот примерно эта ситуация. А масштабы подобострасти, они определяются суммами, как известно. Вы посмотрите, какое подобострасти испытывают некоторые руководители стран, когда выпрашивают деньги. Вы посмотрите, как меняются их лица. Некоторым даже артистической закалки не хватает. То есть даже профессиональные актеры и лицедеи и то не доигрывают. А здесь вокруг нее собрались большие профессионалы в области, так сказать, зарабатывания денег. То есть это бизнес в чистом виде. Девочу, конечно, жалко. Ее состояние вызывает беспокойство. Но самое главное не это. Я не хочу оценивать ее состояние, то удел специалистов по детской психиатрии, нервопатологов. Там, как я думаю, проблемы есть. Про это открыто пишут. Никто это и не скрывает. Тем более, простите, для заработка использовать нездорового ребенка – это, конечно, безобразие. А в данном случае ровно то же самое. Это то же самое, как в свое время выборы несчастного Обамы. Ну, простите, когда выбирают президента, поскольку других способов заработать голоса избирателей, то ли как выбрать президента из афроамериканцев, когда нет других способов – ну, хорошо, вот давайте такого. А почему общество так все воспринимает? Почему нет какого-то критического отношения? Мы же с вами помним, я уже не буду говорить про поход детей, да, ну, помните, была Катя Лачева, там, Саманта Фокс. Ну, понятно, что это тоже все были политтехнологии, но это был совершенно другой уровень, да? Ну, тогда потщительнее делали, потщительнее работали. А смысл такой же? То есть это многократно проверенное, а сейчас, тем более, в условиях такой пропаганды, так сказать, того, что люди с некими отклонениями практически являются равными людьми без отклонений, это тоже еще более выигрышная подача. То есть вопрос подачи, знаете, как на кухне яичницу готовят одно и то же, повар 40 лет, да? Вопрос подачи. Вот какая тарелка, как лучок сверху посыпан, что там украсили, там, шкварочками, еще чем-то. Вот это все, то есть это обычная политтехнология. За этим стоят, конечно, огромные деньги. Обращаю внимание, что о чем идет речь-то? Вы выжмите сухой остаток. Изменение климата. Ну и что? Там швейцарцы, ну ладно, у них там самое большое количество в Европе врожденных отклонений головного мозга. Швейцария? Да. Благополучный Швейцарий? Да, на втором месте, кстати, и Швеция. Вот так, для справки. Хотя считаются самые благополучные страны мира. Ну, может, они поэтому благополучные. Потому что там все тихие и спокойные. Хотя это иногда и вызывает некую активность излишнюю. Обратите внимание, о чем идет речь. О потеплении климата. Ну, как вы помните, напомню кратко, просто чтобы зрители могли понять ситуацию. Помните знаменитую озоновую дыру, которая прохудилась над Антарктикой? Это, между прочим, сделали выдающиеся западные ученые. Это замечательное открытие о том, что дыра сейчас расширится, и как пойдут, икс-лучи с нами пронзят нас всех насквозь и на метр вглубь. Вот и все мы передохнем в страшных корчах от всякого рака кожи и всего прочего. Обращаю внимание, это не наши ученые сделали. Это не наша Академия наука. Нет. Это выдающиеся западные ученые, среди которых те самые нобелевские лауреаты. А потом выяснилась спустя несколько лет замечательная история, что, оказывается, у фирмы, которая производит фреон и заправляет баллончики, лак для волос, всякие аэрозоли, всякие краски, у них кончалась лицензия. И они наняли честнейших западных ученых, климатологов, биохимиков, врачей, которые рассказывали нам про онкологию, которая захлестнет, как только зона выдра расширится, и прочую всякую продажную шушеру западную, которая за деньги готова на все, что угодно, я имею в виду ученых со справками, для того, чтобы они создали вот эту компанию. В результате там ООН, запреты, все, и к моменту окончания лицензии, то есть когда все были готовы начать выпускать эти баллончики, это явление запретили. И фирма начала, продолжила свое процветание. Чисто коммерческий проект. Но до сих пор некоторые, кто вообще ничего не читает, ну, так у нас есть такие странные названия, люди поп, ну, видимо, от поп улежизатора науки, они это пересказывают до сих пор очень активно. Ну, как про холодный термоядерный синтез. Вот они все про эту озоновую дыру, а оказывается, это озоновая дыра, то больше, то меньше. То есть к деятельности человека это не имеет ни малейшего отношения. И вот, значит, но под это дело удалось запретить использование наполнителя газовых этих баллончиков. Фирма сохранилась, никто больше ее лицензию использовать не может, которая кончилась. Все на этом заработали. Более того, как раз под эту тему, как я помню, даже начали «Конкорд» каким-то образом приплетать и на полном серьезе рассказывали, одна из причин, может быть, это полеты «Конкорда». Да-да-да. Ну, а наш, конечно, ту, только его надо было сразу уничтожить. Ну, что, собственно, французы и сделали в свое время. Но это отдельная история. Сейчас происходит, обращаю внимание, чем она занимается, что она предлагает. она предлагает бороться за климат. То есть, ну, за очередную озоновую дыру. То есть, дело в том, что если взять детскую книжку, которая как раз для девочки, ее возраст очень подойдет, такая с картинками про динозавр. Даже не нынешнего возраста, а того возраста, когда она начала прогуливать уроки и сидеть с этим плакатом перед шведским парламентом. Ну, да, известно. 13 лет. Для того, чтобы не учить уроки, нужно что, как известно, в школе сделать? Или заняться политикой, или залезть под партию, начать писаться в штаны, тогда тебя быстро признают, ну, заплатить психологам, родители должны, детям индиго особо. Вот эта бедная девочка начала свою карьеру именно с того, что в 13 лет она сидела у шведского парламента. Вот вместо того, чтобы сидеть там, или она могла сидеть... Вместо уроков. Да, вот она могла сидеть около парламента и листать книжку такую большую с картинками про динозавров. Там даже с некоторыми отклонениями развития легко понять. Там такие специальные таблички, сделанные умными западными учеными, для детей, для мальчиков и их родителей, где нарисован, например, уровень воды Мирового океана. Он был выше, чем сейчас, на 500 метров. Понимаете? Где будет Европа? Европа будет, как в водном мире, буль-буль. Будут прекрасные картины подводного царства. Там размножится много всяких животных, будет хорошо. Кстати, будет очень экологически хорошая среда, если ее как раз Родина утопнет, там на метров на 200 уйдет. Это было. И колебания сейчас одно из самых низких уровней воды. Почему? Потому что холодные периоды, были-были оледенения, и вся эта движуха воды, связанная... Количество воды остается одно и то же? Примерно, да. То есть, и то теплее, то холоднее. Это двигается за последние миллионы лет много-много раз. Это нормальное явление. То есть, значит, дальше, о чем идет речь? Да, дальше бизнес начинается, ограничение по СО2, которое непонятно как влияет. Оно СО2, да, влияет в парнике. Если у вас закрытый парник, там влияет. А вот здесь не очень. Борьба за спасение лесов, хотя есть большое подозрение, что большая часть кислорода образуется в Мировом океане. Ну и много-много. И к тому же уже была история, ведь была вскрыта переписка злыми хакерами вот этих людей, которые паразитируют на потеплении. И там было четко, я сам читал эти штуки, когда они появились в интернете, о том, что один другому говорит, ну ты там подрихтуй графики, нам надо так, чтобы все-таки потепление было. Это бизнес. Это большой бизнес, большие деньги. И поскольку в этот бизнес, собственно говоря, не надо ничего вкладывать. Понимаете? То есть, это бизнес на пиаре, это очень удобно. То есть, ты ничего не производишь, ничего не делаешь, а только запрещаешь, блокируешь и торгуешь разрешениями. Блокируешь тех, у кого есть деньги, соответственно. Да-да-да. То есть, это идеальный способ системного вымогательства глобального, которым, собственно говоря, западная и банковская система, и вот такая псевдогуманисты, и пацифисты всю жизнь занимают. У нас вот то же самое сейчас происходит в системе СМИ, условно, особенно вот этих телеграм-каналов. Начинают писать какой-то негатив про чиновника некоего, ждут, пока чиновник позвонит, и негатив писать перестают. Ну, зачем? Все время всякие гадости пишут про меня. Ну, зачем? Это прекрасно. Вот сейчас выборы в Академию, пример. На меня там понаписали список огромных моих прегрешений, за что я, кстати, очень благодарен, потому что привлекли внимание, спасибо. В РАН выборы? Да, да, ВРАН. Я там подал документы, но, естественно, написали кучу. Причем многие вещи уже даже опровергнуты официальными органами. Будем с вами аккуратнее в интервью. Нет, 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 ну что вы. Любой скандал – это очень хорошо, потому что мой издатель просто свечки ставит каждую неделю в соседнюю церковь и говорит, только бы они не передумали, только бы они не прекратили скандалы эти, потому что торговля увеличивается, это бизнес. Благодаря как раз этим бесконечным скандалам, я говорю, я повысил качество сигар и коньяка, за что я очень благодарен. А можно вот про Академию подробнее? Ну что, Академия… Все наши зрители и читатели ваши, я думаю, их этот факт на самом деле очень обрадует. Ну, дело в том, что я не первый раз подаю, и уже фигурировали и сигары, и коньяк неоднократно. Значит, когда меня проваливали на выборах, ну, буквально был такой инцидент однажды, когда все дошли до обсуждения кандидатов, доходят до меня, а это были где-то, ну, уже начало нулевых, где-то 2002-2004 год. И выскакивает один такой академик, правда, сейчас неизвестно, куда девшийся, говорят, что он очень слишком сильно злоупотребляет. И тогда, видимо, завидовал… Алкоголем или деньгами? Алкоголем. И тогда он, видимо, испытывал чувство зависти. Он выскочил и сказал, что Савельева нельзя ни в коем случае избирать член Коры, потому что вы знаете, кричал он, он пьет десятилетний французский коньяк и курит вот такие сигары. Значит, должен сообщить уважаемый зритель, я продолжаю это делать, и спустя 15 лет. И не чувствую себя, должен прекратить этого ради выборов в Академию. Это не первый раз, но дело в том, что там я могу это отдельно, и можно книгу написать. Там, например, выделяется место. Вот мне выделялось президентом Академии, выделялось место, значит, специально под конкретного человека. А дальше, поскольку там же всякие группировки, этих академиков, Академия, надо понимать, что она с довоенных времен является семейно-наследственным предприятием, и большая часть тамошних граждан, они родственники, племянники, сыновья, дочки, внучки и прочее. То есть это семейно-наследственный предприятие. Как у нас в целом страна, сейчас же у нас не капитализм, а на самом деле наследственно-чиновничий феодализм. Ну, потому что у нас все теперь понятно. На новом качественном уровне. Да, ну, по-старому они на том же уровне. Сын генерала спрашивает, папа, я буду маршалом? Он говорит, никогда, потому что у маршала есть свой сын. Вот поэтому, в принципе, у нас все устроили. Ну, вместо лошадей Мерседеса, я вот правильно. Да-да-да. Нет, это все осталось. И поэтому, как бы, там довольно трудно попасть, и поэтому обычно вот там академик-секретарь, в свое время на ней уже покойный, он своего сыночка провел, там, поменяв места, голоса между двумя заинтересованными группами. Естественно, ну, это вот такие игры. Ну, приведу один катастрофический пример, когда знаменитый академик Басов, это он академиком стал, тогда он был просто профессором, он получил Нобелевскую премию вместе с Прохоровым и подал документы в Академию, потому что, ну, на Западе, говорят, ну, что это за смехота в России, там, ну, а это еще были коммунистические времена. Ну, подал документы на член Корства, ему ЦК тогда партия выделяла, ну, Нобелевский лауреат, и вместо него проходит, по-моему, Гельфан. Ну, до сих пор неизвестно, чем он занимался. А Нобелевский лауреат не проходит. На Западе хохот гомерический. Просто, ну, все понятно с этой страной. Это советские времена, те самые, когда академики еще котировались и прочее, прочее. Дальше происходит, что следующий этап большого пути. В ЦК вызывают всех академиков, строго говорят, вы чего делаете, не позорьте страну-то. Они говорят, да-да-да, выделяют еще место, и его опять провалят. По-моему, на третий раз его только. И там какие-то прохиндеи прошли, как обычно, вместо него были избраны. Ну, потому что это вот такая колуарный межсобойчик. Вот сейчас на вас подали, вы подали документы, и на вас кто-то собирает компромат. Нет, а все те же самые люди, которые, значит, не биологи зачастую, не специалисты по мозгу, не специалисты по эволюции. То есть это вот самодеятельные граждане, которым нож острый, то, что я пишу и говорю. Ну, я многократно об этом говорил, потому что бизнес... Самое важное в этой категории – вот эти активисты. Нет, они же не просто так. Они отрабатывают заказ, естественно. Они отрабатывают деньги. Деньги у нас выделяют через несколько организаций, таких как Сколково, еще несколько. И они отрабатывают деньги, потому что все, что может помешать освоение этих средств, должно быть на корню прикрыто, уничтожено, уж и никак бы не росло. То есть это люди не просто самостички. Нет, они все бизнесом занимаются, им нужны скандалы, им нужно внимание. Они не продают, так сказать, свои рейтинги. Это просто деньги. Ну, по сути, это та же Грета Тундберг, люди вокруг нее и мошенничество, только в локальном масштабе. Да-да-да. Ну, здесь просто труба пониже и дым пожиле, потому что если разбирать каждого из них, то я как-нибудь сделаю серию фильмов про каждого из них. Но это будет гомерический хохот, когда там специалист, владеющий одним только научным инструментом – рулеткой, и которого почему-то продвигали даже в кандидаты наук какие-то ветхие старушки, я уж не знаю, что он с ними там делал, то он, значит, вдруг записывается в специалисты по мозгу, и что говорится, о суде кто. Ну, вот обсуждать этих людей… Когда я за глаза вас обсуждаю, я всегда говорю, вот у меня список работ этого человека научного. Ну, хорошо. Возьмите, проверьте, посмотрите. Все-все ясно. А что вы можете сказать нам про его критиков? Покажите мне их список. Нет, когда такие вещи пишут, хорошо, чтобы они не были анонимками. Это же еще анонимки. Мне, например, известно, кто стоит за кем и докуда, потому что это очень легко сейчас в современном мире. По IP-адресам отслеживается, и компетентные специалисты это делают очень быстро. Мне даже известно, кто чего и как получает, за что. И это в конце концов-то все всплывет. Но это я очень люблю, так сказать, подождать. Вместе это блюдо, которое должно быть холодным. Оно быть холодным. Я люблю все-таки, когда уже все успокоились, когда все… И вот тут в самый неприятный момент происходит самая неприятная неожиданность. Поэтому у них все впереди. Но просто это, конечно, катастрофа. Это не только наша наука. И Грета как раз показывает, что это и на Западе, собственно, то же самое. А в данном случае заработки. Потому что климат, то есть мы уже поняли, что это такая же озоновая дыра, как раньше. А чем бы надо заняться? Ну, например, у нас есть пластиковые бутылки, которые в Тихом океане там есть, размером с Австралией. Это реальная проблема. Она об этом хоть слово говорит? Ни в коем случае. Почему? Потому что там нужно реально вкладывать деньги, реально убирать эти бутылки. Это реальная проблема, где виден конкретно результатное решение. Где будет виден молчание. Тут она как-то сообразила, что об этом не надо говорить. Или там побережье Гвинеи. Когда к морю не подойдешь, там на 150 метров эти бутылки. Бразилия тоже самая. Бразилия тоже самая. Хоть слово об этом сказано, ни слова. Почему? Потому что там нужно вкладывать деньги, нужно извлекать это все, перерабатывать. То есть на этом заработать практически невозможно. Это огромное вложение, которое не оправдывается, потому что люди опять будут это все делать. Про это ни слова. А вот про торговлю мыльными пузырями, то есть про климат. Вот смотрите, у нас все приматы. Видите все признаки? Швейцарцы похоронили очередной ледник, обрываясь слизьми. О том, что это нормальное явление. И том, что территория нашей страны осваивалась интенсивно в момент, когда было здесь очень тепло. На порядок теплее. Это разлово Гренландия. Это зеленая земля. Где сейчас там зелень? А извините, еще 300 лет назад по Тамзе катались на коньках. Но это был период оледенения. А до этого Тамзе была очень теплая, никогда не замерзала. То есть эти колебания всегда есть и будут. И если там поднимется уровень океана на 2-3 метра, ну что ж, я сочувствую исторической родине нашей, с нашего спикера. Но более ничего. Ну, при том это же будет не единомоментно. Конечно. Это будет потихоньку, будут там постепенно подсыпать свои дамбы, пока их не размоют. Так что я думаю, что здесь это чистый бизнес. И бизнес просто. А то, что бизнесу все равно, это еще Карл Маркс говорил. О том, что если он видит там 300-500 процентов прибыли, он готов на все. В данном случае мы видим ровно этот результат. Торговлю воздухом. Глобальная спекуляция, построенная на праве запретов. То есть, понимаете, ведь как каждый ученый. Вот даже я о чем я мечтаю. Каждый ученый мечтает о чем? Чтобы мне платили за то, чтобы он ничего никогда не делал. И хорошо платили. Да, хорошо платили. Я готов молчать о стволовых клетках, о клонировании. Вопрос за сколько? А здесь этот механизм смешной, анекдотически реализован на самом деле. И в области политики получается то же самое. Все эти якобы левые. Когда говорят о климате, об этой Тунберг, никто же не говорит вообще об обществе потребления. О том, что США, это лидер, 40% мировых ресурсов потребляет. Все про это молчат. Все ссорят. Как бы на некой частности. Но про тот же пластик. Запретите во всем мире использование пластиковой посуды. Никто там даже не заикает. А потому что тут же приедут специалисты с револьвертами и отстрелят всех, кто скажет. Потому что это огромный бизнес. То есть все, что касается бизнеса, ни в коем случае. Вот нашли паникодила такой, которая крутит над головой и бегает с ним по ООН под названием «Климат». И все, и машут им. Ну, ребята, отличный бизнес. Вы хорошо устроились. Если вам удается дурить население, то ну дурите дальше. Что вот в этом отношении Трамп не самый симпатичный человек на свете, но он вменяемый. И называют вещи своими именами. И называют вещи своими именами. Он говорит, что это чушь, конечно, собачья, совершеннейшая. Что, ребята, вы пытаетесь естественные процессы выдать за катастрофу мирового масштаба. Ну, естественные процессы удобно очень выдавать. А все время в голодные 90-е годы предлагал бизнесменам «Давайте откроем фирму, построенную на естественном процессе». Он говорит, ну, на каком? Я говорю, ну, на самом лучшем. Давайте будем фирма вспоможествования в проращивании зубов новорожденных детей. Ну, они точно вырастут, но мы будем помогать. А поскольку мамки... Придумаем биологические добавки. Ну, да, там... Ой, зачем? Это так рискованно. Нет, какое-нибудь там наложение рук или трансформатора. Х-лучи, которые будут пророщивать зубы. Мамки на все на это готовы. Они очень переживают. Вот это классический вариант такой глобальной разводки. Конечно, позорно видеть. Позорно то, что спекулируют там на том, что девочка не совсем стандартная. Спекулируют на том, что это ребенок. Совсем недавно было запрещено использовать детей в рекламе. Да, да. Ну, и как? Закон был принят, а где он? Покажите мне его в микроскоп. Никто его не соблюдает. Потому что, когда говорят, какие деньги на этом зарабатывают, когда показывают там несчастной мамке ребенка счастливого, который необычайно посчастливил, наевшись там какого-нибудь йогурта, из чистого там крахмалу с ароматизаторами, она бежит и как зайчик покупает. Деньги такие, что все законы забываются сразу. Так принимали для вида. Это совсем не... И вот, пожалуйста, вам полный комплект. Нестандартный ребенок. Искренний заходится. Всех впечатляет. Все расстраиваются. А рядом сидят... Красивая картинка, экзотация. Красивая картина. Искренне все. Искренне все. Искренне действительно. С ее стороны однозначно. И эти сидят там, и прямо так и видно, что у них, как, знаете, в мультфильме американском про уточек. Там такой у них дядя Скрудж был, у которого в этот момент глаза расширялись, и в них появлялись таких зелененькие долларовые значки. Так они чик-чик-чик. А вот вокруг сидят эти ребята. У нас я тоже это регулярно вижу, потому что, когда там приглашают какого-нибудь итальянца, итальянца, который обещает пересадить голову. Обращаю ваше внимание. А вокруг сидят такие помощники из наших. У них тоже так, как у дядюшки Скруджа, бздым. И, значит, зелененькие такие глазки в виде долларовых банкнот. Вот и все. Поэтому, ну, я не знаю, что... Или обещают бессмертие. Но об этом мы поговорим в следующей передаче уже. Про бессмертие, да. Проект 2045, который закрыли, я вот сегодня на днях прочитал. Нет, ну, а там что... Вопрос такой, ребята, а где деньги? Вот у меня только один всегда вопрос. Вот проект был хорош, денег выделили много. А куда они делись? Здесь там мне приходят проблемы всякие там... У меня холодильники там сгорают благодаря тому, что хоть ребята по краудфандингу мне какие-то там по 100 рублей пересылают, мы собираем деньги, купили холодильники летом. Хоть как-то... Потому что вообще финансирования науки нет. Хоть это сделать. А здесь многомиллиардные проекты. Все хлопают глазами и говорят, извините, не получу. А где деньги, на этот вопрос не отвечает тоже никто. Ладно. Хотелось бы мне закончить на позитивной ноте. Но что-то сегодня никого позитива мы не видели. Почему? У нас позитивная нота всегда. У нас же ведь теперь пиар-планета. Понимаете? И любое событие, которое происходит, оно приносит хоть кому-то, но прибыль. Но позитив я вижу в том, что хотя бы кто-то не боится об этом говорить. Сейчас, значит, Сергей Вячеславович, спасибо вам хотя бы за правду. И будем хотя бы в этом видеть что-то хорошее. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...